Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Компания сдержала обещания и сегодня начала предоставлять Forex робота для бесплатного тестирования на протяжении месяца. Для того, чтобы установить робота, необходимо зарегистрироваться на Forex брокере и компания рекомендуют для использования данных трех брокеров. Для резидентов США и всех остальных брокер MyFX Choice, для нерезидентов США также подходят Paperstone и IC Markets. И в данном видео я покажу, как вы можете пройти регистрацию в брокере MyFX Choice. Ссылку для регистрации вы можете найти под данным видео. Для регистрации на сайте брокера fx-choice переходим на страницу регистрация. К сожалению, в списке языков русского языка здесь нет, но начинаем заполнять имя и фамилия латинскими буквами, электронная почта, пароль и ставим галочку «Я подтверждаю, что я согласен с правилами компании». Нажимаем Next. Дальше выбираете в списке вашу страну и указываете номер телефона. Для проверки телефона нажимаем синюю кнопку Get Code. Появляется сообщение, что была послана смска. Полученный код нужно ввести в графе Confirmation Code. Предлагается открыть реальный счет либо демо счет. В данном случае нам достаточно демо счета. Напоминаю, что компания ставит условия, с которым мы все соглашаемся при регистрации. Независимо от нашего уровня опыта на Форексе, первые 10 дней робот должен отработать на демо счете. Несоблюдение данного правила может привести к блокировке аккаунта. Здесь появляется окно, в котором нам предлагается получать новости, но мы можем это окно просто закрыть. Дальше нам нужно выбрать тип счета. Нажимаем вот сюда и выбираем MetaTrader 4ECN. Выбираем тип аккаунта MetaTrader MT4 Pro, валюта доллары, плечо 1 к 200 и в графе Initial Deposit нужно указать, какая сумма должна быть на вашем демо счете. Я рекомендую указать сумму, которую вы планируете потом внести уже реальными деньгами. Я, например, указываю полторы тысячи долларов, потому что примерно эту сумму я и собираюсь внести. И здесь нам показаны данные для доступа к нашему счету. Для верификации нашего счета с левой стороны наверху нажимаем Profile и находим надпись Verify, то есть верифицировать. Пишем имя и фамилию латинскими буквами, указываем дату рождения с помощью календарика, нажимаем вот на эти стрелочки вправо-влево и выбираем нужный год. Дальше. Native language. Указываем наш родной язык, например, если вы говорите по-русски, пишите Russian. Ниже указывайте, какой документ вы предоставляете как подтверждение личности. Это может быть паспорт, водительские права, какое-то удостоверение личности, регистрация или разрешение на постоянное проживание. Нажимаем синюю кнопку Add File и выбираем на компьютере скан или фотографию нашего документа. Если у вашего документа есть срок окончания действия, то в графе Expiration Date указывайте именно дату, когда этот документ заканчивает свое действие. Если у документа нет срока действия, ставите галочку No Expirate Date. Документам предъявляются следующие требования. Форматы. JPG, JPG, GIF, PDF. Все края документа должны быть хорошо видны. Адрес в документе должен совпадать с адресом, указанным в вашем профиле. Документ действующий. Не загружайте документы с истекшим сроком действия. Документы цветные, не черно-белые. Хорошего качества, то есть надписи должны хорошо читаться. Если документ двухсторонний, загрузите обе стороны. После того, как мы заполнили эту страницу, нажимаем клавишу Next. На следующей странице вы вводите адрес вашего проживания. Выбираете страну, почтовый индекс, город, латиницей и улица, номер дома, номер квартиры. Все вводим латиницей. После этого справа нажимаем клавишу Next. После указания адреса нажмите кнопку Finish в правом нижнем углу. Таким образом, мы зарегистрировались на сайте брокера FXChoice, открыли демо-счет и загрузили документы для верификации. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.